На первых минутах игры новороссийцы взяли высокий темп и успешно атаковали ворота анапчан. Но уже после первого пропущенного гола она поменяет тактику игры и буквально через несколько минут нападающий Евгений Муравский распечатывает ворота новороссийской команды. Нынешнюю игру молодая анапская команда вела под руководством главного тренера Романа Аганьяна, который внимательно следил за баталиями на поле. В команде четверо новичков. Для них этот матч своеобразный экзамен. По его результатам лучшие попадут в основной состав. Мы процентов на 70 определились составом. Сейчас нам приехали новенькие ребята, нам нужно было их еще посмотреть. Посмотрели, сделали выводы, будем определяться, сейчас решаем. Первый тайм закончился со счетом 2-1 в пользу хозяев. Ворота анапчан впервые защищал новый вратарь Вахид Царцаев. Во втором тайме его сменил Денис Вилков и команда Аганьяна продолжила лидировать, завершив игру со счетом 4-2. Авторы забитых мячей Евгений Буравский на его счету 3 гола и Спиридон Пилипиде с одним мячом. Команда вся практически местная, все ребята местные, все тренируемся, стараемся. С помощью администрации всего тренерского штаба, я думаю, будем стараться, биться. Будет, конечно, поддержка, немаловажно играть роль. А игры все важные. Недооценка соперника, это, как правило, чревато. Несмотря на приятный для анапчан счет, главный тренер футбольного клуба Анапа оценил игру своих подопечных на троечку. По его мнению, команде не хватает сыгранности и игрового мышления. Ровно через неделю стартует официальное открытие футбольного сезона. Анапская команда встретится с крымским футбольным клубом «Сопка Героев».